Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Начнем выпуск с достаточно локальной, но остро волнующей барнаульцев темы ремонта путепровода на новом мосту и связанных с ним изменений в организации дорожного движения. Так, в начале этой недели в городе запустили второе трамвайное кольцо. Оно заработало в районе дома «Быта». Мы планировали сделать это разворотное кольцо, дабы облегчить в какой-то степени, немножко облегчить те проблемы, которые возникли перед горожанами. Пока мы идем по плану, идем в графике, пока нет сомнений по исполнению строителями тех контрактов или тех обязательств, которые на сегодня взяты. Напомним, первое разворотное кольцо появилось в конце мая на новом рынке. Движение по второму планировали запустить 1 июля, однако работы были выполнены с опережением графика. Кольцо длиной почти в 200 метров смонтировали меньше, чем за две недели. А вот мост на новом рынке построят к концу 2023 года. В строительстве самого моста на новом рынке тоже наступил новый этап. Накануне там приступили к устройству опор теплоснабжения. Что конкретно предстоит сделать, расскажем далее. На новом рынке по проекту будет новым не только мост, но и теплосети. Сейчас производится бурение свай под опоры для трубопроводов. Будут монтироваться новые трубы теплосети. У нас, напоминаю задачу, что до начала отопительного сезона у нас должна быть ветка теплосети уже по новому чертежу, то есть по новой схеме прохождения быть смонтирована полностью, чтобы жители города от ремонта путепровода еще и неудобства в виде потеплоснабжения не испытали. К концу следующей недели закончат перенос инженерных коммуникаций, после чего приступят к демонтажу оставшихся пролетных строений. Сейчас подрядчик договаривается с РЖД о предоставлении технологических окон. В соглашении будет прописан график работы и уже после начнется устройство новых опорных частей путепровода. Подрядчик также напомнил, что в рамках реконструкции путепровода на проспекте Ленина за прошлый месяц сделан большой объем задач. На сегодня выполнено 60% демонтажа. Елена Кузовкина, Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Избирательная кампания вступила в активную фазу. В Барнауле предстоящие выборы в Думу, которые пройдут в сентябре, обойдутся в 105 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом накануне журналистам сообщила Ирина Акимова, председатель Крайсбиркома. Средства потратят на организацию процесса, изготовление выборной документации и информационно-разъяснительной печатной продукции. В Барнауле выборы будут самыми масштабными по краю, хотя обновится состав большинства городских дом, в частности в Бийске, в Новоалтайске, Заринске, Рубцовске и Яровом. Проголосовать и в районах, и в городах, везде, кроме Барнаула, можно будет досрочно, начиная с 31 августа. В краевой столице же дарить свои голоса избиратели смогут в течение нескольких дней – 9, 10 и 11 сентября. Такой формат был выбран избирательной комиссией Алтайского края для голосования на выборах депутатов Барнаульской городской думы 8-го созыва. Выбран с учетом обсуждения этой практики, наверное, самый удобный для избирателей вариант, связанный с тем, что и рабочий день захватывается, а не только выходные. Документы на регистрацию кандидаты должны подать не позднее 1 августа. Агитация в СМИ стартует 13 августа и продолжится до 24 часов 9 сентября. На любые вопросы волнующие избиратели в Крайсберкоме смогут ответить по телефону горячей линии 36 30 62. Свой список кандидатов на предстоящие муниципальные выборы, что пройдут в сентябре, представила первая партия «Новые люди». Остальные сделают это на следующей неделе. И уже после этого можно будет прогнозировать, острая ли будет борьба среди алтайских кандидатов в депутаты и насколько обновятся составы представительных органов региона. Любопытно, что тройку кандидатов, недавно образовавшиеся партии, возглавляют люди без политического прошлого. Судя по различным опросам, у электората есть запрос на новые лица. Впрочем, новичков ждут и внутри системы, уверены эксперты. Кадровый голод касается всех партий, включая партию власти. И поэтому на подбор кандидатов будет интересно смотреть. И также будет интересно смотреть за теми программами, с чем партии пойдут. Насколько мы предполагаем, основной тренд будет, большая часть кандидатов будет в районе 40 лет. Вот 40-летние сейчас займут и нишу кандидатов практически, наверное, во всех партиях. Мы ожидаем, что список КПРФ будет в районе 30, в основном поток кандидатов будет 35-40 лет. Напомним, предстоящие муниципальные выборы в Алтайском крае будут самыми масштабными в стране. В этот день пройдет почти 600 кампаний. В общей сложности разыграют почти 6 тысяч депутатских мандатов. С июля в силу вступило множество законодательных новшеств, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Если первые изменения коснутся людей больше формально, то вторые на уровне края точно отразятся финансово. Так, с 1 июля для жителей Алтая подорожала коммуналка – самый большой тариф за вывоз мусора. Где стоимость этой услуги выросла сильнее всего и в целом о новшествах июля – в следующем сюжете. Паспорт теперь будут оформлять не больше пяти дней. И это отныне не зависит от места проживания человека или обстоятельств замены документа. Малый бизнес САИП, что зарегистрировались впервые, теперь могут воспользоваться специальным налоговым режимом. Он освобождает от уплаты страховых взносов и части отчетов, но пока доступен лишь для четырех регионов. Должников не оставят без копейки. Задолжавшие могут написать заявление в банк о сохранении прожиточного минимума при взыскании средств. Новшество на уровне региона. В Алтайском крае вступил в силу закон о статусе медработника. Он предполагает дополнительные выплаты для фельдшеров, терапевтов и педиатров в первые три года работы. Доплаты врачам-наставникам и врачам из выездных межрайонных бригад. Для пациентов гемодиализа изменился максимальный размер компенсации транспортных расходов. Он будет зависеть от территории и варьироваться от 300 до 2300 рублей. А еще с 1 июля меняются тарифы ЖКХ. Существенно подорожает вывоз ТКО и больше всего для барнаульцев на 25%. Неизменным тариф останется лишь для аллейской зоны. Для остальных плата вырастет. Как для жильцов многоквартирных домов, так и частных. Анастасия Драган. День с толком. Трое военнослужащих Росгвардии из Рубцовска указом президента России награждены орденами мужества. Правда, награда нашла героев уже после их гибели. Все трое – Дмитрий Королев, Александр Юрков и Виктор Петров – принимали участие в специальной военной операции в Донбассе. Ордена в администрации города на неделе вручили семьям погибших. В зале администрации – жены, дети, родители, родственники, коллеги погибших. Все едва сдерживают слезы. Потерять опору семьи в мирное время – трагедия. Потеря невосполнима. Сержанту Дмитрию Королеву было 47 лет. Младшему сержанту Александру Юркову – 29. Они погибли при исполнении воинского долга еще в марте. Младший сержант – 36-летний Виктор Петров – в апреле. Утром-то невосполнимы. Но что мы можем? Мы можем помнить о них всегда. Мы можем помнить. И пока мы их помним, они с нами. Они в одном строю. Они всегда в части. Они всегда в семье. С Дмитрием Королевым в Робцовске простились еще 22 марта. По некоторым данным, он героически спасал раненых. Орден мужества накануне передали его супруге Ирине. Награды еще двум вдовам Евгения Юркова и Евгении Петровой передал временно исполняющий обязанности командующего Сибирским округом войск Национальной гвардии России генерал-майор Андрей Батрак. Он поблагодарил семьи за то, что сумели воспитать таких мужественных и отважных людей. И обещал всяческую поддержку. Командование из Сибирского округа войск Национальной гвардии и военнослужащие Рубцовского полка оперативного назначения всегда готовы, будут прийти на помощь к вам по любой жизненной ситуации. Двери и воинское счастье, и управление округа для вас всегда открыты. Память героев почтили минутой молчания. Татьяна Голубева денется толком. Одна из жительниц края заплатит 30 тысяч рублей за негативное мнение о спецоперации. В марте Бейченко написала комментарий под постом и женщину пригласили в суд. Во время заседания она признала вину лишь частично, пояснив, что негативно относится к гибели российских и украинских солдат. Кстати, осудили ее до того, как правительство дало разъяснение на этот счет. Случилось это буквально накануне. Вот что нам рассказала Светлана Доронина, ведущая государственный судебный эксперт Алтайской лаборатории судебной экспертизы. Эти методические документы принципиально не новые. Они базируются на тех методиках, которые уже давно разработаны и давно опробированы. Это в частности одна из таких методик – это методика о противодействии экстремизму. То есть это, по сути, простыми словами, означает, что негативное высказывание относительно современной политической ситуации приравнивается к экстремистской деятельности. Такие смыслы – это разновидность экстремистских смыслов. И бороться с ними, как я предполагаю, государство будет теми же самыми методами. Специальных определений того, что такое негативное высказывание, не существует и не существовало ранее. Потому что это, в общем-то, базовое интуитивно понятное суждение, как считается. Ну и, как правило, при применении экспертных методик нам не нужно долго доказывать, что то или иное высказывание является негативным. Есть, конечно, комментарии к этому суждению негативное высказывание, но оно все равно базируется на слове «отрицательное». Да, законодательство направлено на то, чтобы негативные высказывания в отношении определенных политических событий не становились предметом публичного обсуждения для сохранения спокойствия в обществе в этот непростой период. Ну а теперь к главной теме этой недели. В Крае прошел традиционный агрофорум «День сибирского поля». Официально он по-прежнему имеет уровень межрегионального, но в этом году, судя по географии участников, его можно считать международным. Так, среди иностранных гостей особенно много было жителей Китая и Монголии. С последними Алтайский край заключил взаимовыгодное соглашение. О масштабном агрофоруме расскажет Анастасия Дороган. Все новинки и тренды сельского хозяйства на дне поля. Крупнейший в регионе агрофорум начался в Паловском районе. На традиционной уже площадке фермеры и производители сельхозтехники. В этот раз здесь около 600 машин и агрегатов. Одна из новинок – гусеничный трактор «Барнаулиц». Еще в экспериментальной стадии, но спрос на него уже высокий. «Гусеничная машина, в принципе, имеет преимущество за счет низкого удельного давления на грунт. Также за счет гусеничного хода он может раньше выходить в поле по сравнению с колесными, допустим, аналогами». Новый уровень качества российской техники оценивают уже за рубежом. В рамках форума Алтайский край заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства Монголии. Ранее наши фермеры поставляли в республику семена. Теперь работа должна стать шире. Например, совместная работа по семеноводству, развитию животноводства, племенного хозяйства и по направлению земледелия – широкие возможности. Здесь представлена техника, произведенная в России. Видим, что ее качество улучшилось. Поэтому есть и широкая возможность обновлять сельхозтехнику для Монголии. Заметно выделялась еще одна деталь – сегодняшний тренд на Китай. Мы впервые встретили на агрофоруме столько представителей Поднебесной. Большинство в комментарии отказали, хотя иностранные аграрии подробно расспрашивали наших сельхозпроизводителей. «Видишь, это все мне интересуется». Лю Бо – представитель фермерского хозяйства в Шипунова. Выращивают для своих граждан, но санкции внесли коррективы. На форуме оценивают весь комплекс техники. «Нам интересуется, видишь, это отработает сантиметра. Это такое высокое сантиметро, нам нравится. Пример, я не знаю, по-моему, это 30 сантиметров. Льон, пшеница, клетчика, и все большинное. Мы тоже хорошо растет. К сожалению, у нас территория не как ваша, такая огромная территория». Потенциал нашей земли и техники оценивают высоко. По словам Виктора Томенко, треть засеянных в этом сезоне площадей в Сибири находится в Алтайском крае. И в последние годы мы бьем рекорды урожайности десятилетий, несмотря на погодные сюрпризы. «В 2020 год нам дал 160 миллиардов рублей, а 2021 год как раз с учетом значительного увеличения объемов производства, в первую очередь в растеневодстве и ценовой конъюнктуры, 240 миллиардов рублей – это объем малого продукта в сфере сельского хозяйства». «Какие сейчас проблемы у сельскохозпроизводителей, на ваш взгляд? «Если кому-то требуется дополнительная информация…» «Вообще нету никаких…» «Да, особенно у нас». Сами фермеры подчеркивают, в последнее время стало проще вкладывать деньги в техническое обновление. Но те, кто работает не только на внутренний рынок, называют проблемой экспортные пошлины. «Выращиваем пшеницу, ячмень, лен, рапс, подсолнечник, сою, горох». «Много едет на это?» «Больше половины шло». «Больше половины?» «Да». «Это Китай, да?» «Китай в основном, да». «Ничего себе?» «Ну, знаю, что в Афганистан горох отправляли». Проблемы и решения представителей аграрной сферы обсуждали без посредников. Среди актуальных тем – здоровье животных и агрометеорология. Но за разговорами не забывали о главном – находить новых деловых партнеров и заключать выгодные соглашения. В общей сложности за два дня работы Агрофорума подписано несколько десятков договоров. Правда, их точное число, как и общая сумма сделок, будут известны на следующей неделе. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский. День с толком. На этой неделе в крае произошло 58 пожаров. Огонь прошел почти по 4,5 тысячам гектаров леса. По предварительным данным, на их восстановление потребуется больше 100 миллионов рублей. Примечательно, что возгорание во многих случаях происходило не по вине человека, а от грозовых разрядов. Так, молния стала причиной того, что в двух южных районах края – Угловском и Михайловском – выгорело около 4 тысяч гектаров леса. Причем сразу после локализации очагов огонь вспыхивал с новой силой. Как долго ситуация с пожарами будет оставаться напряженной, кто будет восстанавливать леса и возможно ли минимизировать последствия огненной стихии на Алтае – ответы на эти вопросы в специальном репортаже Валентины Аскеровой. Как вы живете все дни? Ну как, как на пороховой бочке. И дым, и в горле все першило, и жара, и вот это вот, и страшно. И когда Борисовка там горела, прям видно было вот это языки пламени. 22-22. Это число жители Лаптево-Лага Угловского района запомнят на всю жизнь. Дата их второго рождения. Верховой огонь из-за сухой грозы едва не перебросился на жилые дома. Ветер был западный. Все в село, все в село. Если бы дом загорелся, это бы вся улица пошла гореть. Огонь распространялся с такой силой, что до жилых домов оставалось всего 50 метров. 50 метров – это длина пяти автобусов. Чтобы пройти это расстояние пешком, требуется порядка 30 секунд, но огню хватит и пару секунд. Если бы это произошло, и огонь все-таки подступился к жилым домам, то сегодня деревне осталось бы одно пепелище. Трижды огонь подступал к деревне. Трижды спасатели отбивались от пламени. С огнем боролись больше 200 человек. Периодически возникали сложности с водой. По водоснабжению у нас было задействовано гидрант, емкость в лесхозе, которая находится. Также были задействованы две скважины в населенном пункте Топольное. И была установлена пожаронасосная станция на вододел. Очень много машин и очень большой расход. И, в общем, была иногда очередь по заправке водой. В село и лес спасали пожарные. Самолет «Амфибия». Железная птица прилетела из Красноярска с неба тушить огонь в Угловском районе. Особенность крылатой машины в том, что она может заправляться непосредственно с воды. Правда, ближайшая заправка за Рубцовском, в 100 километрах от места горения. Но как только жители увидели амфибию, их счастью не было предела. Жалко лес. Здесь столько тысяч гитар. О чем вы говорите? Это даже вот самолет увидишь, и тогры, слезы, и мурашки, и все. Господи, родненький, прилетел. Тушению пожара мешал сильный шквалистый ветер, из-за которого огонь перекидывался на сотни метров, рассказывают пожарные. Минерализованные полосы не помогали. Людей экстренно готовили к эвакуации. С огнем спасатели справились. Жители вернулись домой. По их словам, в последний раз они так боялись четверть века назад, когда горел лес в соседнем селе. В 12 километрах от села Лаптифлок находится село Топольное. Здесь в 1997 году произошел пожар пострашнее. Выгорело не 3000 гектара леса, а все 20. Не обошлось и без человеческих жертв. При тушении пожара погибли 14 человек. Машина заглохла, верховой накрыл пожар. И они, там температура больше 1000 градусов, говорят, было. Их просто не обошли легкие. Кто сгорел, кто вот так. Собирали их там потом страшное зрелище было, конечно, это ужас. У него, так, говорит, рука была, у него палец на станке. Ноготь отрезала, и вот так. И зубы вставные были. И так обыскать обознали. По зубам только обознали. И с тех пор 25 лет живу одна. Сын умер. У меня осталось вот две дочери. Самому младшему в списке погибших было 17. В память о случившемся на месте трагедии установлен памятник. Каждый год родные и близкие односельчане вспоминают адское лето 97-го года. А это Михайловский район, соседний с Угловским, то есть также расположен на юге края. Пожары здесь частое явление. Люди уже знают, появилось зарево, пора доставать чемоданы. Они с ужасом вспоминают о большом пожаре 12-летней давности. Тогда сгорело больше половины домов в деревне Николаевка. Село Николаевка Михайловского района совсем нетипичное алтайское село. Больше похоже на пригород краевого центра. Здесь прекрасный асфальт, дома обшиты сайдингом. И все потому, что село буквально возрождалось заново после крупнейшего пожара 2010-го года. Пожар пошел с Казахстана сюда. Сначала низовой, потом верховой. Горел лес, пошел на село, начали гореть дома. Сгорело 200 домов. Тушить нечем, воды-то нет. А как так вышло, что воды нет? А башня не работает. Пепел разлетался на 20 километров от села. А все силовые структуры тогда стянули в Николаевку. Потушили. Село стали экстренно отстраивать. И уже спустя три месяца после пожара люди отмечали новоселье. Вы сами посмотрите, фундамент отлит. Смотрите как. Ему сколько лет уже? Смотрите. Он провалился, он ниже дома уже фундамент лежит. Вон, снимите. И вот спустя 12 лет после инцидента в Николаевке огонь едва не подобрался к соседним ракетам, что всего в 40 километрах. Боялись, что в деревню зайдет. Если вот он пошел бы сюда, там трава сухая, и все, могла бы пойти в деревню. За неделю произошло 58 пожаров. Огнем пройдено почти 4,5 тысячи гектаров государственного лесного фонда Алтайского края. Сколько из этой площади выгорело полностью, специалистам еще предстоит оценить. У нас-то дождя нету и не было. Упадет три капли и все. Климатологи прогнозируют, что в ближайшие годы в южных районах, в том числе Угловском, Михайловском и в Славгороде, будет знойно. Летом из-за катастрофического дефицита осадков частота пожаров будет только нарастать. Один из выходов искусственно вызывает дожди. Если вводить в какую-то воздушную массу, где пусть даже недостаток осадков, так скажем, не слишком она насыщена влагой, вводить особые частицы, то образование капелек дождя может происходить быстрее. В нашем крае возможно такое? Конечно, возможно, но надо понимать. И летать надо авиацией, и люди должны быть специально обучены. Видимо, проще тратить миллионы на восстановление деревень и лесного фонда. Так июньский пожар этого года выльется в копеечку. С выше 100 миллионов потребуется на восстановление лесного фонда и высадку новых саженцев. Сумма пока предварительная, источник финансирования не определен. Очаги еще не потушены. Осталось осуществить работы максимально по нераспространению данного участка и ликвидировать данный пожар. Где отпад, где сегодня уже погибла древесина, там, соответственно, ее будем убирать, подготавливать почву и высаживать новые посадочные материалы культуры. Возможно, ущерб был бы не столь разрушительный, если бы в засушливых районах края, где нет ни рек, ни озер, были дополнительные емкости с водой на случай внезапных пожаров. Такие емкости есть в самих деревнях, но на большей площади они не рассчитаны. А еще, говорят жители, хорошо бы вернуть на противопожарные вышки людей, которые в ходе лесной реформы заменили видеокамеры. Последние, по словам специалистов, вроде бы и бдятся ситуации в лесах в реальном времени, но оценить, как будет развиваться ситуация, не способны. И эксперты, и люди уверены, нужно тщательно проработать варианты противопожарной безопасности, доработать федеральное лесное законодательство с тем, чтобы лесозащитников стало больше. И тогда у леса будет больше шансов не пасть под стихии огня, после которого нужен целый век на восстановление. Мы и топимся с него, и все. И работают люди в лесу. В основном здесь сейчас с работой-то сложнее. Валентина Скирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Пострадавшим от стихии в Михайловском и Волчихинском районах выплатят материальную помощь в размере 27 тысяч рублей на каждое домовладение. Об этом во время оперативного совещания сообщил Виктор Томенко. На село на неделе обрушился ураган с градом. Так, в селе Назаровка Михайловского района, в дырах крыши, покрытые шифером. Ремонт кровли будет, пожалуй, самой ощутимой статьей расходов. Хотя и на некоторых машинах придется менять стекла. Они или разбиты, или в трещинах. А стеклянные окна в домах превратились в осколки. Так сейчас выглядит местная школа. Первый этаж школы. Это второй этаж. И там такая же песня. Крыша тоже побитая. В школе все бежит. Позже стало известно о гибели крупного рогатого скота. Погибли утята, поросята и телята. Посадки в огородах уничтожены полностью. Виктор Томенко рекомендовал на местах ускорить работу комиссии по оценке ущерба. Управлению по ГОИЧС поручено содействовать муниципалитетам в ликвидации последствий. А Минсельхозу края подумать о мерах поддержки для пострадавших сельхозпроизводителей. Пожары, тропические ливни, град размером с куриное яйцо. Все это следствие стремительного изменения климата на планете, в том числе и в Алтайском крае. Только за этот июнь жара дважды установила новые температурные рекорды. И в нашем регионе в будущем, говорят специалисты, такие климатические скачки мы будем испытывать на себе регулярно. Так к чему же нам готовиться и правда ли, что через несколько десятилетий сибиряки смогут выращивать бананы? Моя коллега Татьяна Голубева эти и другие вопросы задала в интервью климатологу, доценту Алтгу Наталье Харламовой. Наталья, действительно ли наш климат стремительно меняется? В прошлом году прошел очередной, так скажем, можно сказать, саммит. Можно сказать, что вот как конференция, наверное, в Глазго, да, на которой наш даже президент присутствовал дистанционно, но тем не менее. И ученые обсуждали темпы изменения за последние пять лет. То есть такие вот собрания, они проводятся раз в пять лет, и там все обмениваются мнениями. Так вот, получен, так скажем, шестой доклад, как его называют, МГИК. Это международная организация климатологов всего мира. И вот согласно этому шестому докладу, он уже предварительно опубликован, даже уже есть русский вариант, перевод с английского, согласно которому продолжается потепление, и оно ускорилось. Значит ли это, что торнадо, ураганы, которые раньше не свойственны, были нашей климатической зоне, будут происходить все чаще? Совершенно верно, да. То есть то, что происходит, это специфика вот этого изменения климата, что оно не означает вот глобальное потепление, нам все лучше и лучше, потому что у нас теплее, о чем переживает. А сопровождается одновременно увеличением количества опасных явлений. И об этом говорят, ну вот бывший директор, но он сейчас научный руководитель гидромедцентра Вильфанд, он предупреждает, и все ученые, и специалисты прислушиваются к тому, что у нас вот количество таких вот и опасных, и экстремальных явлений, оно увеличивается значительно. Что касается лесных пожаров, вот все чаще причиной является не человека, а грозы, молнии. Это вот тоже следствие глобального потепления? Поскольку грозовая активность увеличивается, то увеличивается и вероятность пожаров от вот этого природного явления, это первое. А второе, это то, что, ну, есть такое понятие сухая гроза, когда вот действительно нет мощности такой, мощной фронтальной зоны, а она, в принципе, при небольшой облачности, но опять теплосодержание увеличивается настолько, что вот этот термодинамик атмосферы, не могу даже сейчас просто очень быстро сформулировать, возникает разряд среди ясного неба, как гром говорили, но его разряд этот иногда даже видно. Вот, и вот такая сухая гроза, конечно, она очень неприятное явление в том плане, что его предсказать практически невозможно. И может вызвать пожар. И, конечно, они вызывают пожары, потому что грозовой разряд, это, как правило, очень высокая температура внутри, это поджог, как бы получается, природа поджигает все, что на пути. Если климатические изменения настолько серьезные, можно ли предположить, что уже через 30-40 лет климат и в России, и в Алтайском крае серьезно изменится, и на какой регион будет похож наш в перспективе? Может быть, это Сахара? Тоже, когда читаешь, особенно студентам, они говорят, Наталья, будет так хорошо, у нас будут персики расти, да, абрикосы и так далее, и так далее. Как мы сейчас говорим, у нас умеренные, да? Да, вот умеренные, а будет тропический. Следующая, так скажем, категория, это уже тропические. Но сразу же, вот когда мы это начинаем обсуждать, а потом они уже, когда пройдут курс, они понимают, как ответить на этот вопрос. Хорошо, температура повышается, но очень важно, а сопровождается ли это увеличением количества осадков? Потому что если при этом будет недостаток осадков, и мы пойдем по типу опустынивания, и вот тогда все, а что может быть опустынивание? А я задаю вопрос, а скажите, пожалуйста, откуда в центре, мы в самом центре континента, да? Откуда здесь дополнительные источники тогда влаги? То есть растет температура, и тогда и количество осадков-то будет уменьшаться, потому что, ну, все процессы взаимосвязаны. То есть нас ждет больше такая пустынная, чем персики и... Совершенно верно, потому что влаги-то не хватит. Она где вот сейчас, вот даже в этом году, где все влага? Там, Черноморское побережье. В связи с потеплением климата у нас могут возникнуть какие-то болезни, которые были характерны, допустим, для тропических стран? Ну вот смотрите, это тоже вот те, как я уже сказала, доклады. Вот сейчас шестой был в прошлом году, представлен уже, да? Это доклады климатологов всех стран мира об общении. То есть ни одного какого-то ученого, который выдвинул гипотезу, или группы ученых, так скажем, а приводится мнение, и они причем так, что они должны, ну, действительно быть всеми одобрены, так скажем. Так вот, в этом докладе, еще даже в предшествующем пятом докладе, который в 2014 году был опубликован, там уже приводилось, что в странах Казахстана, ну, более южных, Таджикистан, Казахстан, вот та же лихорадка зеленого Нила, очень неприятные заболевания и другие. И вот уже тогда даже отмечалось, что в пределах России эти заболевания, а прилегающая территория – это наш Алтайский край. То есть возможно в принципе? Конечно, возможно. Это первое. Второе – это очень четко замечено по заболеваемости растений, например, вот тот же шелкопряд, который теперь нас атакует уже по всей России, да? Это же тоже более южное, так скажем, но уже природное, вредитель. Вы не медик, вы климатолог, но все-таки, может быть, подскажете, можно ли адаптироваться к перепадам температуры каким-то образом? Хотя я и не медик, но экологическая климатология, курс, мы там вот эти все аспекты воздействия на человека рассматриваем достаточно давно. И показано, так скажем, что, во-первых, если очень часто наблюдаются вот такие перепады, наш организм, он не адаптирован. А есть ли превентивные меры, какие-то дополнительные, которые можно применить, чтобы сдерживать скачки колебания температуры? Это адаптация к этим изменениям, это первое. А второе – это, конечно, вот учет тех рекомендаций, которые выработаны учеными. Но вот в том, что вот сейчас-то все-таки это несколько замедлилось, но это… Я думаю, что все равно человечество поймет, что это необходимо делать. Переходы на даже использование той же атомной энергии, все более-таки решительное, другие какие-то вот гелиостанции и так далее, и так далее – это вот все как раз пути решения этой проблемы. А иначе, ну, просто не получится. Там же все в комплекс завязано, там же еще и уровень поднятия океана, изменение структуры воды, так скажем, химического состава, и еще какие-то проблемы. Очень много, поверьте, пожалуйста. Итоги ЕГЭ подведены. Школьники получили результаты и готовы поступать в учебные заведения. Моя коллега Анастасия Наборщикова уже знает, сколько в этом году стубальников. Что скажешь, Настя? В этом году результаты лучше. Правда, все-таки, узнаем мы все в сентябре, УГЭ и ЕГЭ сдали не все. Выбирать математику или русский язык нужды нет. Это обязательный экзамен. Их сдают 100% выпускников, правда, почти половина из них, 46%, выбирают еще и общество знания. На ЕГЭ и ОГЭ это первый предмет по выбору. Следом идут биология, информатика и география. Осталось мало уже квалифицированных учителей, которые готовят по химии, по физике, по информатике. И, соответственно, эти предметы сложнее сдать на положительные баллы. И ребята, да, даже в ущерб тому, чтобы поступить на бюджетные места, например, в нашем техническом вузе или в других вузах края, выбирают сдавать общество знания. В этом году ЕГЭ сдавало свыше 10 тысяч человек. Полтысячи – это выпускники прошлых лет. Еще семь человек – из Казахстана. Что интересно, лишь четверо нарушили правила ЕГЭ и были удалены с экзамена за использование телефона или шпаргалок. Правда, пересдавать экзамен будут полторы тысячи человек из-за неявки, болезней или плохих результатов. Повторно ЕГЭ сдадут три школьника из Казахстана и 900 наших выпускников. Чаще ли на пересдачу идут дети из села? Такой вопрос мы задали специалистам Министерства образования. Но они его проигнорировали, как и вопрос о том, какой предмет оказался самым провальным. Видимо, проблема связана не только с учениками, но и с учителями. Их нехватка в крае ощущается взаправду остро. Но на сайте нашего министерства акцент был сделан на другом. Для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также для выпускников, находящихся за рубежом, была предусмотрена возможность пройти ГИА в форме промежуточной аттестации. Мы уточнили и выяснили, школьники с Донецкой и Луганской народных республик у нас экзамены не сдавали. Что же касается наших ребят, то в этом году среди них 100 бальников больше. На этот раз русские на максимум сдали 34 человека. В прошлом году их было 26. Есть даже мультибальница София Борисова, выпускница 22-й гимназии. Ига по-русскому. И истории ей удалось дать в сумме на 200 баллов. Вот такие результаты. Быть может, помогла отмена антиковидных ограничений? Или погода, а может быть и настроение. Кто знает. Спасибо, Настя. И в завершении выпуска приятная новость у россиян, в том числе жителей нашего края, появился еще один повод для радости и отдыха. Указом президента страны День семьи, любви и верности получил статус официального праздника. Прежде всего, это праздник русской православной церкви. День, когда чтят память святых Петра и Февронии, которых считают покровителями семьи. И именно поэтому 8 июля многие пары мечтают попасть в ЗАГС или обвенчаться в церкви. Со следующего года у этого праздника будет статус государственного. Правда, пока не ясно, станет ли этот день для россиян нерабочим. Но убеждена, что от еще одного выходного не отказались бы многие. И на этом у меня все. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Я же желаю всем любви и напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова